Что происходит с множествами А и В, когда мы, что называется, сдвигаемся на один шаг? Напишу сейчас в явном виде переход от двойки к тройке. Это я уже могу стирать, да? Все дружище, это будет. Основная идея такая же, как в общей конструкции, поэтому разберемся. То есть, что у нас есть, из каких точек состоит множество А третий? А очень просто. У нас есть все числа, у которых не больше, чем три двоичных разряда. Разряд единиц, разряд двоек и разряд четырех. И вот, смотрите, 0 и 3, они остались. А еще к ним добавилось, что к ним добавилось? ЧЕТВЕРКА С ЭТИМИ ЧИСЛАМИ. Идея, понимаете ли? Да. Ведь как? Четверка, у нее есть отдельный бит, да? Старший бит. Поэтому, если мы пишем четверку, то мы обязаны писать уже после нее с нечетным числом единиц. Значит, 5 это 4 плюс 1, а 6 это 4 плюс 2. Значит, когда мы берем любой многочлен, ну, например, многочлен второй степени, вполне себе сгодится. Берем многочлен второй степени, то нас сейчас интересуют такие числа. 0 в квадрате, 0 в квадрате, 3 в квадрате, 1 плюс 4 в квадрате и 2 плюс 4 в квадрате. Отлично. Это квадраты множества А3. Теперь квадраты множества В третьего. Это 1 в квадрате, 2 в квадрате, что там интересно дальше? 4 плюс 0 в квадрате. Вот, 4 плюс 0, совершенно верно. 0 плюс 4 в квадрате. 3 плюс 4 в квадрате. Да, и 3 плюс 4 в квадрате. Так вот, да, разумеется, сейчас необходимо воспользоваться формулой беномного бетона. Ну, в данном случае это называется квадрат сумма, да? И посмотреть, во что все это переговоры. Вот это что такое? 0 в квадрате, 3 в квадрате. Дальше. 1 в квадрате и 2 в квадрате. Ребята, очень важно понимать, что эти слагания внизу присутствуют в другом порядке, но присутствуют 1 в квадрате, 2 в квадрате, 0 в квадрате. Это я написал квадрат. А еще есть удвоенные произведения. 2 на 4, а здесь 1 плюс 2. И здесь то же самое. Удвоенные произведения 2 на 4 на 0 плюс 3. А еще есть 2 раза 4 в квадрате. И здесь то же самое, 2 раза 4 в квадрате. Отлично. Так вот, эти самые квадраты исчезли, все полностью. 2 на 4 это одно и то же. 2 на 4 в квадрате одно и то же. И важно, что 1 плюс 3, 1 плюс 2, и 0 плюс 3, это мы с вами знаем. А так можно для n плюс 1 доказать? Конечно. Точно так. Конечно. Если мы знаем, что от 0 до n, все верно. Ровно это я сейчас и пытаюсь написать в общем виде. Продолжение следует... Продолжение следует...